Визит для действующего градоначальника начинается с небольшой экскурсии. Ее для Олега Гуменюка проводит директор школы. Она показывает кабинеты, знакомит с педагогами и учащимися. Ведь руководитель мэрии – выпускник именно этой школы. В школьном музее бережно хранят сведения о первых педагогах и учениках, их награды и документы. Олег Гуменюк признается, узнал и вспомнил всех своих преподавателей. Затем гости спешат в спортивный зал, где идут занятия, и в школьную столовую. Задача – узнать, как в учебном заведении относятся к спорту и как здесь налажен процесс питания. Следующим пунктом визита становится школьный двор, где сразу несколько старших классов принимают участие в субботнике. К ним присоединяется и Олег Гуменюк. Ребятам нравится, они с удовольствием выходят. Мы можем сегодня их опросить, они скажут, что они действительно получают удовольствие от этой работы. Это же для себя делается. Нам нравится, чтобы было чисто, красиво. Юноши и девушки собирают в пакеты мусор и прошлогоднюю листву, которая не только создает ощущение беспорядка, но и считается сейчас пожароопасной. В неформальной обстановке ученики могли задать градоначальнику интересующие вопросы. У нас есть в планах это все. Надо посмотреть по плану, на что деньги у нас в этом году предусмотрены. И там все школы стоят по очереди. Есть где вообще площадки в таком состоянии? Здесь еще более-менее хоть как-то живая. И вы огорожены. А есть такие школы? Помочь мы бы. Да, те самые турники. Хотя бы в столице там поставить для баскетбола. Ну, если все будет хорошо, тем более я здесь учился, я как-то уж помогу, не переживайте. Этим субботником открылся во Владивостоке санитарный двухмесячник. Это не значит, что город до этого не убирали. Спецтехника приступила к наведению порядка в краевом центре, как только позволила погода. Субботник, он же всю жизнь был субботником. И таким именно приятным воспоминанием у меня остается. Я помню, как мы еще это полинолею здесь убирали. Это тоже. И всю эту школу убирали. И мыли. Это говорит о том, что нельзя бояться труда. Именно того труда, который нужен детям в первую очередь. Ну, и хотелось бы, чтобы все жители, не дожидаясь субботника, вышли на придомовые территории и начали убирать хотя бы те территории, которые прилегают к их домам и к их рабочему месту. Итогом субботника в 17-й школе стало более 50 собранных мешков с сухой травой и мусором. Впереди у школьников еще побелка деревьев. Добавим, общегородской субботник пройдет во Владивостоке в апреле. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.